Ну что же, у нас с вами месяц, когда мы рассматриваем такие важные темы, как покаяние, спасение и рождение свыше. У нас идет год отцовства, и в этом году мы с вами как бы прослеживаем весь путь спасения человека. Как это начинается? Это начинается с покаяния. И что следующее? Следующее, мы должны знать, что же с нами произошло. Мы спаслись. И вот сегодня мы будем говорить на эту тему, на тему спасения. Что же такое спасение? Потому что очень важно знать, от чего мы спасены и для чего мы спасены. Аминь. Потому что вы часто слышите это слово «я спасен, я спасен, я спасен, я спасен». А что это означает? Давайте будем смотреть. Откройте Римлянам 5 главу. Римлянам 5 главу, 12 стих. Что же это за спасение? И в чем суд спасения? Римлянам 5 глава, 12 стих. Однажды мы знаем, в Дурецком саду Адас пришел. И вам не приходила никогда мысль такая голова? Адам там где-то, когда-то он косячил, а мы теперь раскидываем. Приходила или нет? Думаешь, ну ее мое, но я здесь не делаю. Вот там где-то когда-то, чего-то на косячил. Столько времени прошло, да? И волна до меня добежала. Но что это такое? Но тем не менее, это был и запись, и он хороший. Он для нас благословенный. Итак, читаем, 12 стих. «Посему, как одним человеком...» Это каким человеком? Адам. «Грех вошел в мир, а грехом что вошла? Смерть. Так и смерть перешла во всех человек, потому что в нем все согрешили». Дальше читаем, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделали с многими грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многими». Что произошло? Если вы уже хотя бы немножко читали Слово Божие или размышляли на них, да? То вы должны были увидеть, что мир в свете Слова Божьего очень сильно проклят. Так ведь? Мир сегодня находится в бедствии. И это настолько усиливается и прогрессирует, что мне уже иногда становится за своих внуков будущих страшным. За дочь я уже не боюсь, потому что она уже утверждена. Но будут однажды внуки, будут правнуки, в какой мир они родятся. В мир, в котором нет института семьи. В мир, в котором нет принципов, нет ценностей. В мир, где царит предательство. И написано «в последние дни люди будут какие?» Наглые, ругательные, надменные. Вспоминайте еще что-то написано. Злоречивые, родителям непокорные. И мы с вами Слово Шириатом видим. Это характеристика сегодняшнего времени. Иногда мне страшно. Ведь мой ребенок, я еще не смогу его изолировать, да? Допустим, дочерь сможет изолировать свое дитя. Это означает, что он пойдет в те же школы, в которых учатся эти самые люди. Родители непослушные, в них нет почтения, неуважительные, злоречивые, наглые, ругательные. Но что делать? В непослушании одного человека грех вошел в мир. И мы живем в этом мире. В первом христиане написано, как водами все умирают, так и в христе все оживут. То есть, смотрите, был один Адам, через которого грех пришел и пришла смерть. Но Бог говорит, будет второй Адам, Иисус Христос. И что он сделает? Через послушание одного этот мир будет спасен. То есть, для этого погибающего, изуроданного грехом мира, есть выход. Скажи, выход есть? Выход есть. Для каждого человека на земле есть выход. Независимо от национальности, независимо от образования, выход есть. Какой выход? Послушание одного мы все с вами сделали право. Право. Аминь. У нас есть с вами выход. И наш выход Иисус Христос. Почему? Да потому что никто из людей не смог исполнить истину до конца. Все согрешения лишены славы Божьей. Аминь. Только один. Послушание одного мы сделали справедливо. Слава Господу. Значит, доказание падшему человечеству простирается на все творение, кроме тех, кто вверх в Иисуса Христа. Аминь. И знаете, очень интересно написано в Лимлянах 8.20. Все творение осуждено на суету. Согласитесь, что весь мир в суете находится. Аминь. Да и мы с вами еще подчас занимаемся чеком. Суетой. Что означает, знаешь, что такое суета? Что такое суета? Но это образ жизни бедная нам от отцов. Да, образ. А в чем суету? Бесцельность. Бесцельность. Бессмысленность. Да результата нет. Бесполезность. Бесплотность. Ты тратишь массу времени. Ты вроде бы чего-то делаешь. Ты вроде бы куда-то бегаешь. Ты устаешь. Но только плодов нет. Суета сует. И дух не радуется вовсе. А что делает? Томится. Суета суета, суета и томление духа. Написано временно в 8.20. Тварь покорилась в суете недобровольном. Так что училась, что вся тварь покорилась в суете. И весь мир лежит в этой суете. Вы знаете, иллюстрацию эту приведу. Не буду называть никаких имен, но приведу иллюстрацию. Наши родители до такой степени привыкли к суете, что они даже не понимают ни смысла, ни цели, ни ценности, но просто нужно суетиться. Я знаете, какую часть жизни называю? Вот это самый садизм. Вот что такое садисты, скажите мне? Вот кто такие вот эти садовники и огородники? Вот в сегодняшнем дне, я могу точно сказать, это суета, сует и томление духа. Знаете почему? Потому что что-то возделать надо очень много сил потратить. Согласны? И пока ты доберешься до этого сада, деньги потратишь на дорогу, время потратишь, силу потратишь. Пока ты там напашешься, и не факт, что балаладские жуки не зажгут все. Семена дорогие. Потом еще ничего не... вдруг град пойдет. Или, мол, сейчас же погода непредсказуемая, вы согласны? Если раньше, когда-то погода все-таки более-менее была, сейчас может жара жахтут, так что у тебя воды не хватит для полива, да? Или, ну все что угодно, до конца готова бомжи придут и соберут весь твой урожай. Вы понимаете, о чем я говорю? Это же суета. Когда можно спокойненько осенью сесть на машину, поехать на автовую базу. И просто коробками закупить эти помидоры для засорки, огурцы, а уж эти веники, петрушки и укропа, когда она бросает, они же 3 копейки стоят. Ты в жизни не окупишь весь бензин, все деньги на транспорт, на семена, на воду, на здоровье. Потому что у них же у всех спины, парят. А потому что они на кротку работают, у них давление сюда приливают, потом отливают над ним, лежат все оху и трахают. А самое главное, еще все в этом виноваты. Все виноваты, потому что они родители не уважают, в сад не ездят. А зачем вопрос? Ведь во всем должен быть смысл и результат, правда? А если нет этого плода, который ты хочешь, я понимаю, когда-то раньше, когда у нас не было вот этих оптовых басков, когда у нас не было вот этого базара, да? Мы действительно, ну вот что посеешь, то и пожнешь, да? Но ведь на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости, согласны? Ну нет в этом необходимости. Пусть там, где травка растет, там, когда-то, блин, все засадил. Или там, ну, шашлычок, да, отдохнулось, приехал там с семьей. Для чего? Пообщаться на природе. Свежим воздухом подышать. Но ведь нет. Надо же размерить все на эти, вот, квадратики, прямоугольнички. И потом сначала сажать, потом червяков собирать, потом их там сжигать, потом еще что-то делать. Потом полоть, опрыскивать, потом от этой химии отмывать и так далее. Бред какой-то. Вот это и есть суета. Понимаете, это и есть суета, когда мы делаем то, что, в принципе, не нужно делать. В этом нет ни смысла, ни плодов. Аминь. Что ты ее не услышала, аминь. Плачете еще, пацанам, что ли? Слава Господу, что ты уже давно не плачете. Причем я, знаете, в чем уверен? Я прям уверен, что тот, кто отдал эту сферу Богу, у того никогда не закончится ни соление, ни варенье, ни макошки, ни клубнички. У меня, например, по осени полное холодильник. Ну просто все считают свою долгую пастору чего-нибудь принести. Я даже обычно раздаю, потому что вообще, причем я разных сахтов, то одно и кофе приготовлено. А тут у меня огурчики такие, огурчики такие, помидорки такие, варенье такое, сиропчик такое. Не бывает такого, чтобы ты трудился на Господа и остался без блага. Аминь. Слава Господу, на нашем саду. Все правильно понимают? Все сказали, в этой церкви учат не помогать родителям и не ездить в сад, ледиться. Что такое спасение? Спасение – это избавление. Избавление и устранение того бедствия, которое было. Избавление и устранение бедствия, которое пришло через грехопадение. Это первая часть спасения. А вторая часть – это восстановление первоначального замца. То есть сначала нас Бог спасает от чего-то, а потом Он восстанавливает первоначальное предназначение. Занца, план или дает цель на твою жизнь. Ефесянам 1.4 открою. Ефесянам 1.4 Ефесянам 1.4 234-я страница Нового Завета Все ли из Библии? Вот они у меня сидят. Ни у одного. Мы сюда можем выводить? Давайте выводим. Ефесянам 1.4 Так как Он избрал нас в Нем, прежде сознания мира, чтобы мы были святы и непорочны преднему любви. Да? Все как-то в третьем лице. Кто Он? В ком? В Нем. Да? Кто Он избрал нас, скажите? Кто Бог? Бог Отец. Потому что Иисус тоже Бог, и Бог Святой тоже Бог. Да? Бог Отец избрал нас. А теперь вот это очень важное словосочетание. В Нем. Скажи, в Нем. Вы очень часто в Библии будете встречать вот это сочетание. В Нем. В Нем. Мы в Нем. Да? Запомните Его. Это очень важно. Бог избрал нас где? В Нем. Не самих по себе, а в Нем. Прежде чем создание мира для чего? Для того, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И слово святы, что означает? Отделены. То есть спасение это избавление от бедствия. Знаете, от чего Бог отделил нас с вами? От всякого проклятия, от всякой суеты, от болезней, от нищеты, от слабостей, от немощи, от поражения. Бог нас взял и отделил. То есть Он буквально вытащил нас с территории бедствия. И это означает слово святы. То есть отделены. А второе слово какое? Непорочные. Что означает непорочные? Какие простые наши слова? Чистые. Чистые. Что такое порог? Порог или бедно? Это какая-то нечистота в нашей жизни. Так ли? Это что-то, что мы сделали в свое время плохо. Это какой-то бред. Это какое-то беззаконие. Это какая-то вина, которая лежала на нашем сердце. Потому что вы понимали, это нечестно, это несправедливо было, это неправильно, это нечисто. Бог взял и сделал нас в нем непорочными. И так Бог избрал нас в нем, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним. И дальше что? В любви. Послушайте, это не какой-то конвейер, где каждый спасенный после молитвы и покаяния попадает, вы знаете, как машина в автомойке. И такая, как такие беспристрастные щетки, тряпки, которые просто тебя натирают, моют, да? Так следуешь. И постепенно, постепенно, постепенно заехала одна машина, выехала совсем другая. Да? Бог говорит, я не делаю это механически. Все это происходит в любви. В любви. Атмосфера спасения – любовь. Атмосфера отделения нас из среды беды, из греха, из проклятия – это любовь Божия. Чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И здесь же один из тестов. Чтобы в нем мы сделали с кем? Скажите громко, кем? Наследие. Скажи еще раз, я наследие. Наследие. А теперь пойду, кто что-то сказал. Верите? А какое наследство вам принадлежит, скажите? Ну, перечисните мне, что вам принадлежит. Вот я когда в наследство вступала, я точно знала, мне принадлежит квартира, машина. Что принадлежит вам? Здоровье. Процветание. Обедование Божье. То есть все обещания. Но поподробнее, какие еще есть обедования. Победа над чем? Победа над грехом еще. Власть, совершенно верно, в духовном мире. Чего у тебя владычество еще? Сила. А жизнь вечная вам принадлежит, нет? А быть детей Божьими вам принадлежит, нет? Да я думал, вы были тварь во Христе Иисусе. Творение, да? А теперь мы дети Божьи. То есть Он сделал нас наследниками. Вот что нам дало спасение. Понимаете, что такое спасение? Через спасение мы с вами сделались наследниками, причастниками Божьего естества. И в чем же разница спасения в Ветхом Завете и в Новом Завете? В Ветхом Завете тоже очень много говорится о спасении, да? Хотя Христа еще не было. Но в Ветхом Завете спасение всегда рассматривалось просто как помощь Бога в трудной ситуации. Знаете, есть даже термин такой юридический. Трудная жизненная ситуация. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Знаете, что это означает? В Ветхом Завете, если вдруг приходила какая-то беда, народ тут же что делал? Начинал вызывать Богу, начинал попить. Бог приходил и помогал. Если вдруг какая-нибудь язва, болезнь, народ кричал, Господи, помоги, спаси нас. Бог приходил и помогал. Если нужда была какая-то, то Бог приходил и помогал. Поэтому спасение, это было в Ветхом Завете как помощь. Скажите, что произошло в Новом Завете? Как преобразовалось спасение? Аминь. То есть те фрагменты спасения, которые были в Ветхом Завете, от врагов, от плена, от болезни, да? Это приходило как бы так на локальном уровне иногда. Тогда, когда это было нужно, по требованию. Но в Новом Завете через Иисуса Христа мы получили полное спасение и искупление. Навсегда и от всего. Кто-нибудь скажет аминь? Аминь. Вы понимаете, что это? Если так Бог приходил, как скорый помощник в бедах, в салме так и написано. Ты скорый помощник в бедах. Приключилась беда. И 9.1.1. И он спешит на помощь. То через Иисуса Христа этот Спаситель вошел в нас. И мы спасены навсегда и во всем. Тотально. Аминь. Это пока еще как-то не уверенно я слышу аминь. Похоже, нам надо над этим работать, да? В Новом Завете спасение тесно связано с прощением и оправданием. Знаете, почему мы так слабо и вяло говорим с вами аминь? Потому что мы по-прежнему смотрим на себя. Мы смотрим в вопросе спасения не на Иисуса Христа, а на себя. Как я прожил? Как я себя веду? Что я сделал хорошего? Что я сделал нехорошего? А достойен ли я исцеления? А достойен ли я быть богатым? А достойен ли я жизни вечной? А достойен ли я? Вы понимаете, о чем я говорю? Если бы мы с вами открыли до конца, что это значит? Все объедущее спасение во кресте Иисусе, мы бы с вами прыгали здесь, да? Как тельцы упитывая. Почему? Потому что нам уже все дано. Нам не нужно, как в Верхнем Завете, дела и закона завоевывать свою право. Допустим, в Верхнем Завете было написано, если будешь слушать глаза, тара-тара-тара, то тогда что? Не наведу на тебя этих египетских правителей, да? Так все время было. Если будешь вот так, вот так, то будет вот так и вот так. Потому что весь Верхний Завет основывался на чем? На делах закона. На делах закона. На делах закона. Но пришло новое время. Вы знаете, что с приходом Иисуса Христа началась абсолютно новая эра. Скажи, новая эра. Новая эра. Это действительно новая эра Рождества Христова. Так ведь? В чем же новость-то, дорогие мои? Мы с вами уже спасены во всех сферах, на всех уровнях, на 100%. И это совершилось не по нашим заслугам, не по нашим делам. Это Новый Завет. А новость заключается в том, что мы с вами спасены Иисусу Христом благодатью. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Аминь. Если в Верхнем Завете спасение было по справедливости, то в Новом Завете по милости. По милости. Когда мы не заслужили, а Бог нам дает спасение. Мы не заслужили, а Бог дает нам спасение. Вы представляете, это откровение о спасении, оно должно просто произвести взрыв в нашей вере. Потому что каждому из вас приготовлено преуспевание, здоровье, успех, хорошие благословенные семьи, хорошее сильное призвание, влияние. Это уже выкуплено для нас. Весь пакет. Вы слышите? Весь сон в пакет. Не надо думать про миссию. Потому что на самом деле, в Новом Завете, Иисус Христос, Спаситель мира, своей кровью выкупил нам все. Надо как-то по другому молиться. Аминь. Надо как-то уже научиться требовать у дьявола, у этого вода, который сдерживает наше благословение. Вы сегодня что-то откроете для себя, я в этом уверена. Итак, в смерти и воскресенье Иисуса Христа, в смерти и воскресенье Иисуса Христа уже осуществились все обетования. Аминь. Давайте убедимся, что это так. 2 Коринфянам 1.20. Открывайте. О, Дух Святой, благослови нас, чтобы это откровение начало глубоко в наше сердце. И мы вошли в эту победу. 2 Коринфянам 1.20. 2 Коринфянам 1.20. 2 Коринфянам 1.20. Что там написано? Все обетования Божьи в ком опять? Помните это слово сочетание? В нем. В нем. Все обетования Божьи в нем что? Да. И в нем? Аминь. А дальше где это должно происходить? Славу Божью через... Что такое слава? Мы сегодня с вами пели. Что такое слава? Присутствие Божье. Слава переводится как присутствие Божье. Да? И когда ты верой осознаешь присутствие Божье в себе, присутствие Божье во всех сферах твоей жизни, в твоем здоровье, в твоих мозгах, в твоих чувствах, в твоем призвании, когда ты в славу Божью себя помещаешь верой, когда ты верой представляешь себя в Божьей славе, то в нас, написано, или через нас исполняются все обетования. Они не помимо нас где-то, слышите? Они не за что тут и думают, ой, ну надо в жизни пастора все обетования только исполнить, или в жизни какого-нибудь Помазанка Великого, Дмитрия Макаренко там, Владимир Яковлевича, еще кого-то. А через меня не могут исполниться обетования. Но вопрос не к тебе. Все обетования исполнились в ком, в нем, и через него, через нас. В нем, через нас. В нем, через нас. Смотрите, какая конструкция. Когда я верой помещаю себя в него, тогда он через меня является славой в эту миру. Через то, что я исцеляюсь, через то, что я восстанавливаю свое призвание, через то, что я становлюсь свободной, через то, что все обетования, все, скажи все, все обетования в нем, что? Да. И в нем? Аминь. Давайте все вместе скажем. Все обетования? Для моей жизни? В нем? Да. И в нем? Аминь. Аминь. Молодец. В нем, в нем, в нем. Смотрите, есть большая разница. Можно с его помощью, а можно в нем. Вот с его помощью это было в Ветхом Завете. Слышите? Мне не надо, чтобы Бог мне помогал. Я честно говорю, я не хочу, чтобы Бог мне помогал. Потому что я иногда опять иду в Ветхий Завет. Я хочу, чтобы Бог через меня являл свою славу. Мне не надо самой с его помощью. Мне надо как раз практически без моего участия в нем. Вы что-то слышите? Да. В нем обетование. Да. И в нем. Аминь. Через нас. Мне нравится это. Вам нравится? Аминь. Итак, перечислим. Самые основные этапы. Вообще их очень много. Вам нужно читать Библию и знать, что в этом пакете спасения для вас есть. Прямо нарисуйтесь в виду вот такой большой плакат. Дорфу, плакат. Спасение называется. И перечислим, что в него входит весь приз куран. Мы назовем первым. Сатана лишился своей власти. Пишите? Все, что он планировал на нашу жизнь. А планы ему всегда ведут только к одному. Украсть, убить и погубить. Он лишился своей власти. Открой Иоанна, 12 главу, 31 стих. Иоанна, 12, 31. Холи Юйя, Господь, дай нам осознать, что такое спасение до конца. Иоанна, 12, 31. 118-я страница. Открыли? Читаем. Иисус говорит. «Ныне суд миру с ним. Ныне князь мира сего, изна будет он». Когда он это был, скажите? Исторически, что это было за период времени? Это было две тысячи с лишним лет назад. Слышите? И слово «ныне» что означает? Сегодня. Если тогда он уже сказал, что он изнан. Сегодня он изнан или нет? Конечно, изнан. Потому что слово Божье истина. И если он говорит «ныне князь мира сего, изнан будет он», то дьявол изнан он. Знаете, почему он еще в нашей жизни пытается что-то делать? Потому что мы в этом откровении не ходим. Потому что мы это откровение не утверждаем и не завоевываем. Дальше пересните 16 главу, 11 стих. 16 глава, 11 стих. 16 глава, 11 стих. Что написано? Князь мира сего уже или будет осужден? Уже осужден. То есть это свершившийся факт. Он осужден, и он изнан вон. Первое Иоанна 3,8. Первое Иоанна 3,8. Вторую часть стиха читаем. То есть концовка. Для сего-то и явился Сын Божий. Для чего? Чтобы разрушить дела дьявола. Смотрите, что дало нам спасение. Человек, который принимает Иисуса Христа в свое сердце, он четко должен знать порядок и истину. В Иисусе Христе у нас есть победа над дьяволом. Причем полная победа. Тот, кто принял Иисуса Христа из жизни того дьявола, что? И сгоняется вон. Потому что Иисус не может находиться одновременно с дьяволом на одной территории. Вы можете себе такое представить? Они не могут быть соседями. Они не могут быть друзьями. И если ты принимаешь Иисуса Христа в свое сердце, тебе нужно дать веру. Тебе нужно дать веру в то, что дьявол больше не вместо в твоей жизни. Нигде. Не в твоем теле через болезни. Не в твоих мозгах через неправильное мышление. Да? Не в твоих эмоциях через какие-то обиды. Ныне князь мира сего будет и сломон. А Иисус в твою жизнь для того и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Аминь. Скажи, Иисус, ты пришел в мою жизнь, чтобы разрушить дела дьявола. И дьявол осужден в моей жизни во имя Иисуса Христа. Нам нужно говорить это. Нам нужно исповедовать это. Нам нужно провозглашать это. Чтобы на это слово пришло откровение. И оно стало в нашем познании. И мы вышли с вами на свободу. Как происходит это? Вера, дорогие мои. Можно знать об этом, но не использовать в своей жизни. Но только момент веры включает это обетование. И оно начинает воплощаться через реальные события в нашей жизни. Вера, вера, еще раз вера. Второе, что нам дает спасение. Грехи наши прощены. Грехи наши прощены. Ефесянам 1,7. Ефесянам 1,7. Ефесянам 1,7. Ефесянам 1,7. Ефесянам 1,7. Открыли? Что нам принесло спасение? В Иисусе Христе. Опять в нем. Да, можно поставить эту связку. В нем. Опять в нем. Не от него, а в нем. Что мы имеем в нем? Искупление кровью его. Прощение грехов. По богатству благодати его. Скажите, мы имеем в нем? Мы имеем. Иисус он был 2000 лет назад. И уже тогда в его крови было твое искупление и прощение грехов. Слышите? Уже тогда, 2000 лет назад, в его крови было твое спасение. Нам нужно осмысливать это, потому что нам хочется линейно думать. О, ну когда это было? Тогда, 2000 лет назад. А сейчас? Не знаю, что действует. Не знаю, что действует. В нем мы имеем искупление и прощение грехов. И больше того, я расскажу мой любимый стих евреев, 10 глава, где написано, что одним приношением, 14 стих, евреев 10, 14. Евреев 10, 14. Он, это Иисус Христос, да? Одним приношением, это что за приношение? Себя. Себя принес жертву на Голосском Христе, да? И что он сделал этим одним приношением? Что он сделал, скажите нам? На какой срок? Нет, зачем? Может быть, испытательный срок есть? Есть, срочно нет. Ну, знаете, как обычно, человеку принимают на работу, да? И что говорят? Мы берем тебя, испытательный срок, 3 месяца. Почему? Ну, посмотрим, оправдали, что наше доверие или нет. Будешь ли ты таким, как нужно, да? Потому что, если вдруг ты что-нибудь накосячишь, мы с тобой дело не будем иметь. Знаете, мы еще не родились. Нас еще не было. Когда вот эта книга к евреям писалась. А Бог говорит, я уже дал тебе такой аванс доверия, что ни на какой-то испытательный срок, ни на год, ни на два, ни на три, навсегда. Я одним приношением дал тебе совершенство через освящение. Слышите? Навсегда. Наши грехи прощены как? Навсегда. Еще раз давайте скажем. Наши грехи прощены? Наши. Кто-то говорит, ну это прошлые грехи. А настоящие? А если не давали поколения? А будущие? Подожди, мы придем к этому. А будущие прощены? Да потому что ваши вчерашние грехи для того времени были будущими. Вы понимаете об этом? Ваши вчерашние грехи для тысячи иного года, прошлого, 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 ну прошлой жизни, они были будущими. Согласны? У Бога нету прошлого, настоящего, будущего. Вот я есть. А если означает, я и во вчерашнем дне, я и в сегодняшнем, я и в завтрашнем дне, потому что я безначально и бесконечный. Аминь. Поэтому Бог не может прощать на время. Потому что у Него времени нет. Он без времени, представьте, без начала и без конца. Вот поэтому Он один раз принесся как жертву и навсегда дал себе прощение. Аминь. Слава Господу. Третье, что мы получили? Это очень сильное для нас благословение обитования. Давайте сами его выведите. Я вам местописание дам. Ефесянам 2, 13 глава. Ефесянам 2, 13 глава. Что мы получили через спасение? Ефесянам 2, 13 глава. Молодец. Винер, ты такая умница. Прямо пятерка тебе. Радость наша. Близкими мы стали, конечно. Бывшие некогда как? Далеко. Представляете, как жалко людей, которые сами по себе живут одни, но когда им очень тяжело, начинают куда-то далеко кричать. Они действительно очень далеко кричат. Им нужно очень много веры, чтобы быть уверенными, что вот они сейчас взмолятся, начнут взывать, начнут просить, начнут рассказать. И может быть где-то там Бог со святых небес своих услышит их молитв. И может быть Он придет к ним на помощь. А мы с вами в Нем. В Иисусе Христе бывшие некогда далеко стали такими близкими. Через что? Через кровь Его. Мы стали близкими кровью Христовую. Очень сильное обетование. И для чего же мы стали близкими? Вот как вы думаете, для чего люди становятся близкими? У вас есть вообще близкие люди? Ну, те, которых вы любите, друзья ваши, родные ваши. Вы представьте себе, так, ну, Миша живился, да? Такой близкого человека к себе приобрел. Зачем? А чтобы он был близким. Живут год молчат. Главное, что близко. Так рукой пощупал чуть-чуть. Я вообще. Что-то мебель, что я в моем доме. Диван у меня близко. Холодильник тоже как будто ближе бывает. Чем друг к любви. Но мы стали близкими для чего? Чтобы общаться, это что-то естественно. Для чего нам, друзья? Молчат, собрались. И что делали? Общались. Пообщались, общались, общались. Нужно не разогнать. Нам только дай возможность. Что сделать? Собраться. Пообщаться. Не образовывайте, такие собрались. И чего сидят молчат? Главное, мы близко. Мы все близко, чувствуешь? Меньше метра. Конечно, Бог сделал нас близкими с целью. И эта цель взаимно отношения. Слышите? Если у нас на это обетование. Конечно. Первый коринфянам 1.9. Откройте и посмотрите. Правду ли я говорю? Потому что очень трудно иногда людям в миру мне бывает доказать, что Бог хочет с нами разговаривать. Я говорю, как это? Что с Богом можно разговаривать? Я говорю, так это цель была его. Он для этого и спас тебя. Сделал тебя в надлежащем состоянии. Почистил. Пятнил всех. Убрал и пороки. Отделил тебя от беды. Дал тебе наслаждение, радость в жизни. Для чего? Верен Бог, которым вы призваны куда? Скажи еще раз. Я призван? В общении. С кем? С сыном. С Иисусом Христом. Цель твоего прихода к Богу, дорогой мой. Не просто получить от него помощь. Вы знаете, даже в нашей церквях, вот где проповедуется живой Бог и живой Евангелие, люди все равно как в аптеку очень часто приходят. Он прижал, вот что-то закололо. Прибежал, бегом. Зачем? Отдайте мне йоту, раду, протереть. Денег нет? Прибежал. Зачем? Да что-то надо финансовое положение поправить. Поссорился с кем-то. Ой, простить надо, сам не могу. Прибежал. Скажите, что это за отношения? Это не отношения, а спасения. Это отношения Ветхого Завета, дорогие мои. Когда человек из суеты вырывается, когда уже она его вот так вот достала, чтобы хоть немножко глотнуть свежего воздуха. Но это вовсе не жизнь благословения. Правда? Жизнь благословения. Это когда я в нем, он во мне, и мы с ним. И утром, и вечером, и вновь, и в любое время дня и ночи. Что вы делаете? Общаясь. Общаясь. Псих, даже суток телефона. Я просто знаю, что он внутри меня. Я верю, что я внутри него. И это положение дает мне постоянное общение. Как написано, на всяком месте, вам всякое мнение. И представьте, у Бога всегда есть для меня этот дух. У людей не всегда есть. Ко мне иногда приходят, пастор, когда мы с вами общаемся? Запишите нас, пожалуйста, на прием. Представляете, мы ограничены всеми. Мы не можем одновременно общаться со всеми. А Бог может только быть с вами. Он может общаться с собой, знаешь, но нет такого места на земле, куда бы ни могло прийти его присутствие. Вы помните, Псалмопедец в 138-м Псалме говорит, взойду на небо там ты, сойду в преисподний там ты, унесет меня на крыльях зари куда-нибудь, и там ты. И там, где снится твоя, достанет меня. Слушайте, есть ли место, куда всем обущий Бог не может попасть? Нету. Кто это придумал? Что для того, чтобы помолиться, надо идти в специальный дом? Специально как-то вставать? Специально какие-то слова говорить? Какой-то ритуал сначала соблюдать? Разве это общение близким? Самые близкие люди, как раз, это те, с которыми ты можешь общаться в любое время, по любому поводу, искренне, откровенно, без всяких предварительных реверансов. Аминь. Мы имеем общение. Коринфянам, 2 Коринфянам, 13-13. Переясните. 2 Коринфянам, 13-13. Ой. Да. Как мы можем общаться? Потому что некоторые тоже задают мне вопросы. Мы призваны в общении с Иисусом Христом, но Иисус Христа же нет. Он же воскрес и вознесся и сидит одесной отца. И это правда. Так ведь? Как мы общаемся с ним? Что здесь написано в конце? 13-й стих. Скажите мне. Как мы общаемся с ним? Как мы общаемся с ним, дорогие мои? Как мы общаемся с ним, дорогие мои? Как мы общаемся с ним, дорогие мои? Ну, через кого? Через кого? Конечно. А Дух Святой может быть с каждым на всяком месте. Аминь. Поэтому Иисус по плоти должен был вознестись на небо. Потому что ограниченный плоти, Он мог общаться с 12 учениками. Ну, еще иногда выходить к другому личному изобретению. А вот Дух Святой может общаться с каждым из нас во всякое время. Следующее, что мы получили через спасение. Мы освобождены или спасены от власти греха. Мы освобождены в нем от власти греха. Иоанна 8, 36. Иоанна 8, 36. Иисус Христос, Спаситель наш, дал нам освобождение от греха. Иоанна 8, 36. Что там написано? Аминь. Если Сын освободил, то... Скажите, Бог хочет нас освободить? Нет, ты говоришь, ну там слово есть написано. А может, Он не освободил меня? Вы можете себе такое представить? Тот, который такую жертву принес, себя отдал на распятие, взял на себя всю боль, все страдания, все депрессии, все обиды, все разрушения, все проклятия, такую цену платил? И скажет, нет, не хочу себя освобождать. А тогда ради чего и во имя чего были все эти страдания? Слышите? Не может быть такого, чтобы Бог не хотел освободиться. Потому что Он для того и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Знаете, что я хочу сказать? Грех, вошли в власти на нами. Аминь. Я не верю в то, что ты носишь внутри себя живого Бога и не можешь победить грех. Написано, если сын в тебе, ты истинно свободен. Потому что Иисус забрал у греха силу. Он лишил власти над нами греха. Аминь. Значит, дело не в том, что Иисус не смог победить греха, а в том, что ты еще не носишь Христа внутри своего сердца. И ты еще не живешь в Нем. Потому что если только ты в Нем, а Он в тебе все аннулировать греха, Он не может тебя больше молить, Он не может тебя больше искушать, но даже если Он где-то издалека И позовет и позвенит. Внутри тебя есть свобода. Кому сын освободил, то ты истинно свободен. Истина означает не фальшиво как-то свободен. Ни на три дня, ни на неделю, ни на месяц. Ни внешне только для людей. Да, я перед всеми курить не буду, я перед всеми пить не буду, но потом, когда я останусь один, никто же не видит. Это не истинная свобода, дорогие мои. Это ложная свобода. Это фальшивая свобода. Но кому сын пришел в сердце, то ты истинно свободен. Аминь. Вот что такое настоящее спасение. Римлянам 8, 2. Закон поменялся в нашей жизни. В Верхнем Завете был закон греха и смерти. В Верхнем Завете был закон греха и смерти. А в Новом Завете, какой закон? Закон духа. Жизни. Где? Скажи, в нем. В нем. В нем закон духа жизни. Всякий раз, когда мы падаем, знаете, что происходит? Мы не остались без него, мы вышли из него. Мы верой потерялись. Мы мысленно перестали быть в нем. Мы на уровне своих чувств, своих каких-то размышлений, просто вышли из него. Но закон духа жизни в нем дает нам свободу, закон греха и смерти. Аминь. Новый Завет дал нам это право. Итак, началась новая эра, когда независимо от закона явилась правда Божья. И я хочу тебе сказать очень большую утешительную новость. Матфея 1, 21. Матфея 1, 21. Пусть она вдохновит тебя и даст тебе силу для победы. Матфея 1, 21. С самого начала, когда Иисус пришел на эту землю, у Него была эта великая цель. 1, 21. Что здесь написано? Здесь написано, что родит Сына Мария, наречет Ему имя Иисус. Иисус, почему Он спасет людей своих от грехов у них. Знаете, что я хочу сказать? Не вы это сделаете. Он это сделает. Он спасет. Он спаситель. Слышите? Он спаситель. Спасение от Него. Для меня это огромное утешение. Потому что каждый раз, когда я прихожу к Нему, я говорю, Господи, я не могу за мной. Я признаюсь в своем полном весе. Я говорю, я не добрая. Я никого не люблю. Я лентяйка на самом деле. Только Ты можешь спасти меня. Слышите? Иногда я делаю это специально. Я уничижаюсь перед Богом. Знаете, зачем? Я настолько не хочу добавить к Его жертве ни одного своего доброго бдена, чтобы ни в коем случае не умолить эту ценность Голковского креста. Знаете, я когда смотрю за лапами христианами, вновь прощенными, я говорю, да у меня все ломали! Я говорю, ну что? Да у меня все в порядке. Здесь тоже все в порядке. Здесь тоже все в порядке. А чем старше духовный возраст, тем больше человек понимает, я ничего не могу без Тебя, Господь. Он спаситель мира. Он спасет людей своих от греховных. Слышите? Мы не можем с вами ни от грехов, ни от искушений, ни от давления, ни от нищеты, ни от болезней, ни от чего мы с вами не можем избавиться с вами. О, спасение наше! Аминь! Как важно нам с вами достойно оценить Его жертву. В результате мы навсегда избавлены и спасены от власти тюни и введены в Царство. Возлюбленного Сына, Колосианом 1.13, вы видите? И нам нужно осознавать теперь свое новое положение спасенных людей. Слушайте, спасенные больше не живут во тьме. Спасенные Иисусом Христом перешли из-под власти тьмы в Царство возлюбленного Сына Божьего. Послушайте, мы через веру после покаяния осуществили переход. Вот почему мы не можем говорить «Ой, что-то у меня все плохо, что-то меня плющит». И у нас не должно быть этой безысходности тоски, депрессии и умырия от того, что в нашей жизни что-то происходит. Слушайте, я не говорю о том, что не будет скорпеть. Написано не бесконтряй, не днешит Царство Божье. Но знаете, что такое для нас скорб? Это место для славы Божьей. Аминь! Знаете, что такое для нас болезнь? Это место для славы и исцелений. Что такое для нас? Наезд дьявола или какой-то удар. Это место для славы Божьей. Аминь! Вот поэтому радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Что вы ноете, как будто вы не спасены? Аминь! Аминь! Спасение это означает навсегда весь пакет во всех сферах жизни. Аминь! Вся полнота. И нам нужно утверждать это в своем сердце. Христос исполнил волю Божью. Помните, мы вначале читали? По слушаниям одного сделались мы все праведные. По слушаниям одного мы все сделались праведные. Кто из вас всю эту неделю не пил? Спиртной. Кто не пил всю неделю? Батюшки, остальные пили, что ли? Вы что, меня пугаете? не пили? Не пили? Праведники? 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 Вот я вас и поймала. Да и не имея никакого отношения к вашей праведности. Ну, не пили, не пили. А кто не курил? А кто не плудил? Может, я из кого церковь-то состоит? Но это бесколько и не добавило вам праведности. Слышите, что я вам говорю? Дорогие мои, его послушанием мы сделали справедными. Перестаньте таскать тележку с фруктами впереди себя. Кайр один раз пытался это сделать и сильно прогорел. Слышите? От того, что ты не пьешь, не куришь, не гнутишь, не материшься и так далее, и пашешь, и все. Это вообще не дает тебе праведности, потому что его смертью, его кровью ты стал праведным. Аминь. А если я сегодня не грешу, то не потому, что я заслужить хочу Божье прощение и праведность, а потому, что есть естественная реакция благодарности. И есть его присутствие во мне. И что-то вот это во мне, вот это самое, оно грешить не хочет. Но вот не хочет, и все. Слышите? Так на благодати Христос нас. Вот что дает мне не грешить. А не то, что я такая зубы стиснула. Как фото, 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 на недяк. Ну, фото же, на недяк. Вот такая правильная источник будет, что вам это уж или голод или горячий. Ну, если уж прям золопается у тебя, ну, иди. А оттуда легче достать, потому что потом такое отравление наступает, что понимаешь, или это, или сдохнуло, или что-то надо делать. И перестаешь сам по себе не грешить, потому что никто из нас не может не грешить. Все согрешили и решили славу Божию. Слышите? Но в чем чудо спасения? Явилось в нас! Это правда. Спасение в том, что внутрь нас вошел Бог. И теперь Его слава в нас, Его присутствие в нас поменяло нашу природу. Аминь. Титул 2.11 Что-то такое явилось внутрь нас, что дает нам новые желания, новые ценности, выставляет новые приоритеты. Что же это такое внутри нас? Титул 2.11 Титул 2.11 Чудесные стихи. Выучите их наизусть. Чтобы в этом сложном мире, развращенном, проклятом вам остаться светом. Явилась благодать Божья какая? Спасительная. Вот что означает спасение для нас. Бог не просто простил нам прошлые дыхи и настоящее будущее, но дал нам с вами спасительную благодать. Скажи спасибо тебе, Господь, за спасительную благодать, потому что она есть внутри меня. И эта благодать явилась для кого? Для всех человеков. А еще смотрите, в этой благодати есть информация. Оказывается, эта благодать еще даст нам такой способ жизни, такой навык, такое наставление, такое научение, что мы что-то сможем поменять, научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестия, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот откуда у нас эта способность перестали брать, перестали материться, перестали курить, пить, блудить, грасть, потому что явилась благодать спасительная и научающие нас. Они оказывается нужно учиться. Слышите? Верующие люди это ученики. Кто учится из вас? Кто ходит в школу для обращения? Слава Господу! А кто из вас учится на домашней люди? А кто из вас нигде не учится? Вы обречены на самодеятельность, дорогие мои. Знаете, что такое самодеятельность? Три аккорда в подъезде. Заслушаешься? Во-во-во! Примерно так. Нет, это даже классно. Хотите самодеятельности? Плоды будут тоже самодеятельные. Хотите профессионализма в Боге, хороших результатов, хорошей квалификации верующего. Вы должны учиться. Потому что благодаря Богу, она какая? Научающая, научающая, научающая. Я отслеживаю людей за 16-17 лет. И те, которые приняли новый образ жизни в свою, в свою, ну, в каждодневный свой был. ученичество, у них временной есть успех. А те, кто только в воскресенье тело своё притаскивает, бросает на стол, чтобы отдышаться за неделю, как-то пёрышки маленько почистить, хоть немножко пройти в себя. Вот они такие самодеятельные верующие ходят. Ни веру свою объяснить не могут, ни взять веру благословение не могут, потому что вера должна быть профессиональной. Аминь. И мы должны верой с вами отвоевать все обетования, которые нам уже принадлежат в нём. А как вас теперь без ученичества невозможно. Итак, нам дана благодать спасительная и научающая вас. И слово спасение определяется как полнота Царства Божьего на всех уровнях. Здесь он на земле. Полнота Царства Божьего здесь на земле. Давайте выкинем из головы эту веру, когда мы думаем, ой, здесь бы как-нибудь мне проковылять, мы здесь раненькие пришельцы, ну как-нибудь бы мне как стакан воды донести бы до смерти веру, чтобы хоть как бы попасть в Царство Божье, лишь бы в ад не пойти. Слушайте, я не хочу видеть такую церковь. Немножко косую, немножко хромую, немножко такую побитую, обожженную. Церковь Божья написана, это род изданный, царственное свещество, который должен возвещать совершенство призвавшего его из тьмы в чудесе. Слышите? Совершенство это означает здравый, мудрый, умный, состоятельный, успешный, здоровый, и в семье, и на работе. Это свет миру. Это авторитетные люди. Аминь. А то у нас ассоциация с старой церковью. Ну что, церковь, да, совсем припевала. Плохо, да? Тебе надо. Не, не, ну как? Знаете, они так с миром на бед говорят? Да, да, ей надо. Там же совсем все плохо. Как будто церковь это такой удел каких-то недоумков, и людей, у которых все уже ручки, ну ничего, ручки от жизни ждать девчонки. Бог говорит, мой народ будет славнее всякого народа на земле. Представляете? Славнее всякого народа на земле. Бог для того нас и избрал, чтобы сделать нас своей красотой и славою. Ну, я даже так сказал. Он говорит, все дела моя славная красота, ты первая. Чего? Говорю, не вопрос. Говорю, я тобой хвалиться хочу, я бы хвалить Господь. Понимаете? Вы представляете несчастного родителя, который своего ребенка все время так прячет сзади. Он немножко поменяет. Все время без урода. Такое им все время стыдно за своего ребенка. Знаете, так бывает на родительское собрание. Приходят мама и папа, и садятся куда-нибудь сзади, потому что понимаю, сейчас первого песочек, это моего. И они сидят так раз и говорят. Неужели вы думаете, что Бог отдал своего сына Иисуса Христа ради того, чтобы ему было за нас сыном? Бог отдал своего сына для того, чтобы ты перешел из проклятия в благословение, из поражения в успех, из болезни в здоровье, из несостоятельности в полноценное достоинство? Аминь! Аминь! Жертва Иисуса Христа достойна такого результата. Аминь! Не зря Иисус страдал на Голгофе. И каждый капля его украли для тебя. Вот это спасение! Спасение от тупости, от глупости, спасение от нищеты, от греха, от этого какого-то безумия, которое сегодня творится в мире. Аминь! И мы должны взять это спасение целиком. мы должны утвердить это спасение во всех сферах нашей жизни. Аминь! Прийти и сказать все, дьявол, конец тебе пришел. Потому что так написано, дьявол, вновь была среди не самых умных. Ты что забыл? Ты говори никогда в жизни не умела. Куда ты лезешь вообще? Сиди тихо. Мы должны сказать я спасена. Я отдельно и искуплю. И в нем мне даны все обедования. Да! и аминь! А ты делал, пошел. Аминь! Пославление поднимайтесь на сцену. Итак, я хочу, чтобы ты записал самое главное. Полнота Царства Божьего уже принадлежит тебе здесь. Спасен твой дух, спасена твоя душа и спасено твое тело. Что такое спасен дух? Это означает, что есть отношение с Богом. Твой дух возрожден, он ошил, и он омыт, очищен, он сразу здоров. Для чего? Чтобы быть близко к Богу, чтобы иметь общение с ним, чтобы принять от Бога свою судьбу и свой план, свое предназначение. Что означает, что есть уже Царство Божье для твоей души здесь на земле. Есть спасение. Знаете это о чем? Да не важно, что о тебе говорили люди. Не важно даже, что ты сейчас сам о себе думаешь. Слышите? Это никого не интересует. У Бога есть для тебя предназначение и великая судьба. Аминь. Есть у Господа для твоей души. Ведь душа это на зону. Это эмоции, это воля. Бог говорит, я тебе новые мозги вообще дам. Потому что будешь иметь у Христова. Это обетование. Если ты станешь моим учеником, я поменяю все модели мышления. Потому что истина его приходит и делает нас свободными от страха, от трусости, от боязни. Понимаете? Когда приходит Бог, тогда он что-то делает с нашими мозгами. Знаете, я буду менять на потрясающий ответ, который он говорит через минуту. Я понимаю, что это не я. А что такое, скажите мне? Спасение моего тела. Это полное исцеление. А еще знаете, я вам что обещаю? Это жизнь без старости. А потому что праведник и в старости плодовится очень свежий. Я смеюсь. Слушайте, мне полвека уже скоро, меня до сих пор девушкой называют. Я говорю, когда-нибудь прекратится это или нет? У них что, нету очков? Пусть посмотрят повнимательнее. А потом говорю, так, а в чем дело? Написано, что в старости плодовится сочная свежая. Точно, это будет меня. Слышите? Никакого обезвоживания написано сочна. А то говорят, в старости все всыхает, там куда-то там что-то одевается. Ничего не знаю, может одевается в мире, у неверующих. А у меня это не будет. Аминь. Моисей нашел до 120 написан зрения и не притупилась. Ну, каждому свое. Давайте встанем.